здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно один из зрителей моих спрашивает а в компании требуют паспортные данные вот вообще надо ли их давать и как они могут это использовать так вот друзья мои когда вы заключаете какой-то договор с компанией это может быть могут быть разные компании то вы конечно же хотите получать деньги не так ли вот а для того чтобы получать деньги от компании как правило когда мы приходим на почту мы показываем паспорт но если эта компания скажем с которой мы заключили договор виртуально как-то ночь через интернет это вот могут быть там сетевые компании какие-то и так далее то здесь есть необходимость пройти процедуру верификации такая процедура проходится всегда когда мы заключаем брокерский договор при заключении брокерского договора мы обязательно сообщаем вот даже если можно заключить открыть брокерский договор по интернету да можно но при этом мы обязательно должны послать туда очень хорошего качества фотографию нашего паспорта и у каждой компании свои требования но в частности например вот для открытия брокерского счета у российского брокера требуется разворот паспорта соответственно главная страница и страница с пропиской это российские требования российское законодательство это нормально вот посмотрите например мы зашли на сайт открытия брокер вы его видите сейчас и мы хотим открыть счет мы впервые только хотим счет открыть смотрите вот здесь вот уже стоит значок сведения о странице посмотрите безопасное подключение информации которые вы сообщаете этому сайту например пароли номера банковских карт защищена сертификат действительный и так далее вот это вот очень важно смотрите пожалуйста вот на этот значок всегда внимательно смотрим на защиту и если это какой-то левый сайт например да они очень часто мошенники пытаются скопировать но у мошенников не будет вот этого значка потому что они не имеют возможности сделать его когда мы регистрируемся вот регистрируем брокерский счет мы платим туда деньги и мы забираем оттуда деньги и естественно все компании находятся под надзором и они должны отчитываться они отчитываться должны кому они платят деньги поэтому для отчетности обязательно нужен паспорт вот но есть ряд компаний которые не требуют паспорт при регистрации например форекс компании вот какие-то многие часто путают биржу и форекс это совсем разные вещи вот форекс это дилеры которые зарегистрированы как правило в офшорных зонах вот и многие говорят что форекс это все жулики да это далеко не всегда так это совсем далеко не всегда так вот но открыть счет в компании форекс это расплюнуть и вам тут же когда звонят вот они очень назойливо звонят они говорят давай мы тебе обеспечим бешеную прибыль ты значит там будешь получать такие деньги вот прямо сейчас ты у компьютера заходи сюда вот нажми открыть счет значит пополните его тут же вводишь номер банковской карты и деньги уходят туда и на рынок форекс но как только вы захотите забрать эти деньги назад они говорят надо пройти процедуру верификации и люди говорят как так просто переведите мне их на карточку и все хренушки вот дело в том что все приличные форекс дилеры есть и такие они обязаны тоже отчитываться и они отчитываются и они берут они обязаны просто взять паспортные данные какие-то вот у меня спрашивают там типа форекс сказать это вот какая-то кухня там и так далее значит я туда заплатила деньги а теперь хочу вывести номер карточки и все фигушки нужна процедура верификации сейчас я многих людей приглашал в бизнес и какие эти бизнесы были но я звал в бизнес сначала win-win people capital и очень ну есть люди которые зарегистрировались там подо мной и я сам там зарегистрирован и и я рассказывал недавно вот про мессенджер jam for me вот и несколько человек тоже зарегистрировались там так вот друзья мои и win-win people и jam for me win-win people уже давно существует но вот только-только сейчас вот эти самые опционы которые они так предлагали они превратятся в акции и компания win-win people capital зарегистрирована на на кипре это европейское законодательство компания jam for me которая занимается вот крауд инвестингом конкретно она зарегистрирована на мальте это тоже европейское законодательство и там и там мне пришли недавно письма о том что надо пройти процедуру верификации если вы хотите чтобы вас включили в реестр акционеров то есть смотрите эти компании они не исчезли никуда не исчезли они собираются легализоваться они собираются перейти просто в другую форму собственности и так как у нас есть скажем право на владение частью этой собственности этими акциями то нас то они должны внести нас в реестр акционеров а в реестр акционеров вносятся верифицированные пользователи верифицированные люди поэтому поэтому сейчас необходимо пройти всем процедуру верификации всем кто является со инвестором в эти компании я имею ввиду win win people capital и я имею ввиду jam for me вот и всем партнерам моим win win people capital и всем моим партнерам в jam for me я перешлю список требований и помогу потому что они мне ну они благодаря мне туда вошли вот помогу пройти процедуру верификации были уже вопросы надо это делать или нет надо это делать потому что если мы хотим получить доход от этой компании от акции этих компаний от совладения этими компаниями то мы должны пройти процедуру верификации для того чтобы нас включили официально в реестр акционеров так как компании европейские то процедура верификации происходит по европейскому законодательству что это значит это значит что мы должны предоставить туда скан всех страниц паспорта скан всех страниц паспорта в хорошем разрешении с хорошим качеством ну это могут быть фотографии на самом деле просто цветные фотографии но там не должно быть ничего постороннего то есть пальцами нельзя придерживать надо вот как-то аккуратненько сфотографировать чтобы все печати были четко видны очень сильно придираются потому что законодательство потому что там все под надзором все это очень строго вот все страницы потом ну в частности в джем форме требуется перевод всех страниц на английский язык ну потому что европейское законодательство теперь далее по адресу всюду требуется подтвердить адрес почтовый у нас почтовый адрес подтверждается печатью с пропиской а в европе почтовый адрес подтверждается во всех странах в общем то там ну чаще всего квитанции ЖКХ то есть штамп в паспорте не стоит прописка у них не ставится в паспорте в качестве подтверждения оплата квитанции ЖКХ за газ там за электричество или еще за что-то копия квитанции в которой есть подтверждение адреса и на которой есть ну оплата вот в принципе штамп в смысле квитанции идет любая вот там не знаю как печать требуется или не требуется вот но я вам вышлю требования это общепринято вот в Америке например да вы можете не быть гражданином и далеко не все эмигранты граждане вот если как только вы где-то заселились и начинаете платить за газ вы уже в общем сказать имеете практически все права как гражданин вы всюду можете зарегистрироваться но единственное вы не имеете права избирать президента США в общем так больше ничего вот то есть процедура верификации это абсолютно нормальная процедура ее надо пройти и надо это сделать потому что иначе мы с вами не получим деньги на которые мы рассчитывали от совладения акциям надеюсь что я ответил на этот вопрос если будут еще вопросы задавайте в комментариях на этом все с вами был Демитков Юрий спасибо за внимание спасибо за внимание